По словам ученых, данные, полученные в последние дни исследователями и астрономами во всем мире, доказывают, что после последних солнечных вспышек уже зафиксированы помехи в теле и радиосвязи, а также выход из строя крупных трансформаторных подстанций. Но в целом последствия новых вспышек могут быть непредсказуемыми. В следующем году жителям Земли следует ожидать техногенных проблем, так как специалисты прогнозируют еще более сильные выбросы плазмы на Солнце. Как отмечают специалисты, пик воздействия в эти годы придется на США и Канаду. А для жителей Эстонии 2012 год вряд ли будет экстремальным. Тем не менее, эстоноземельцы должны также не забывать об элементарных мерах предосторожности в дни повышенной солнечной активности. Ведь на людей с каждым прожитым ими годом все сильнее и сильнее, причем негативно, оказывают влияние магнитные бури, поэтому врачи советуют быть осторожными. Магнитные бури всегда влияют на человека, просто здесь есть разные группы. Чувствительные, может быть, дети и люди, которые нестабильны здоровьем, самое чаще это те, у кого сердечно-сосудистая недостаточность. И она влияет просто так, что она может немножко давать перебои в ритме сердца. Таких основных научных исследований про это нет. Это просто ощущение людей. Например, я тоже уже третий день чувствую себя неважно. И что мы советуем? Мы советуем обычно утром натощак взять одну маленькую чайную ложку пыльца, раздробленную, немножко меда, и тогда, конечно, то, что еще можно пробовать, просто съесть побольше таких фруктов, где витамины киви, очень хороший манго, там С-витамин. И в эти дни, когда такие бури, ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь, и ни в коем случае ходить в баню, и такие физические большие нагрузки. В результате вспышки на Солнце на Земле порождаются низкочастотные колебания в диапазоне от 8 до 15 Гц. Именно эти колебания негативно действуют на сердце, вызывая аритмию, и пагубно сказываются на работе мозга. Чтобы избежать неприятных последствий такого рода магнитных бурь, следует прислушиваться к советам врачей и в случае плохого самочувствия обращаться к медикам. И уж, конечно, тщательно следить за приемом прописанных врачами кардиологических препаратов. Но есть и другой аспект психологический. Есть и те, кто очень зависят от информации, поэтому они могут испытывать недомогание даже под влиянием сообщений о вспышках. Тут важно не поддаваться панике, ведь вспышки на Солнце действуют отнюдь не на всех. Многие могут их даже просто не заметить.